Девушки отдыхают 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 Гая. Гая? А это что такое? Знаете, что это кличка? Это гречка. Каша. Каша гречная. Она так доходит лучше? Ну да, она уже подсохла. На корню морозов нет. Если были морозы, тогда надо бы что. Морозов нет. Хорошей погоды, дай бог, чтобы убрали. Вот я закончу этот вопрос. И, главное, составляют они ролик 15 минут. 15 минут, кажется, 5 секунд. 6 секунд. Ну, берут тоже на наши материалы. Там Роснадзора спрашивают. А одна из них выступает. И говорит, да лагерь не зафиксировал. Не имели права проверять. Его нету. А так просто в гости к проповеднику приехали. Но, кто его составлял, дальше монтировал, они ищут Кемеровскую епархию. И там руководитель информационного отдела у Дарцев Евгений. Такой брютый, сытый стоит. Ой, Лапкин это сектанты. Там еретики начал плести. Я детей учу лжесвидетельству. Лжесвидетельству? Когда дети ни одного слова не разговаривают. Совершенно. Я вот посоветовался с юристами. 10 октября буду в городе. Подумаю и подам в суд. Я его притащу. Поставлю ответить. Где? В каком месте? Где я учу, когда я ни одного слова не говорю? Где? Мы как раз учим. Нигде не лжесвидетельствовать. Как они? Они убежали? Какое лжесвидетельство-то? И стоит, плетет. Видно, что ничего, ничего не знает. Но ему платят. Он связан, конечно, с миссионерским отделом. И призывать его к совести. Вот стоит, морщится, губы кривит. Ну видно, жулик. Совершенный. Одежда такая черная на нем. Но креста нет. Видно, не священник. Нет. Где ты это увидел? Но он и не расположен. Явно, что не расположен. И он и не подавляет этого духа, а дает ему крылья расправить. Лапкин, да его считай. Да мало что ты считаешь-то. Судят по лагерю. Лагерь. 45 лет. Ты понимаешь? На 45 дней возьми ребенка чужого. А у меня каждый год было 108 в среднем. В советское время тогда было... Представь себе. 45 лет. Ни одного заболевшего. Ни одного отравленного. Ни одного погибшего. Поврежденного. Или что не понятно-то. Вам учить-то у меня надо. Как можно прожить в такой бедности? Дети приезжают. В лагерь трудовой называется. Но приехал ребенок больной. Таблеток куча. А у нас таблетки не положены в лагерь. Таблетки выбросить или спрятать. Или поворачивать оглобли. Ну, девочка приехала. У нее со спинным мозгом. Это серьезное заболевание. Она как бледная вся. А поехала в футбол играет. А почему? Вот сейчас приехала девочка. Маленькая такая. Виктория звать. С матерью. Да у нее не ладно с почками. С почками я вылечу тебя. А как? Молитвой. А каким образом? Очень просто. Пошел к батюшке. Батюшка, у тебя березовый сок. Он набирает. Я ей каждое утро березовый сок, ложку меда. Две недели прошло. От нее ничего нет. Болит, ничего не болит. Ничего нет. Молитва. Березовый сок. Он ощущает почки. Ну, а мед, естественно, нормальный. Это продукт от всякой болезни. Вот и все. Босиком ходят дети. В Гашусе раз в день купаются. Футбольное поле, волейбольное. Разные игры. Каждое утро встают дети. В 5 утра встаем. Такого лагеря нету, чтобы в 5 утра поднимались. А как? Утренняя пробежка. Искупаются. Молитва, чтение Евангелия. До завтрака поработает. Дрова пилит на огороде. Аппетит-то у него какой. Специально повара готовят. А я готовил зелень. Иногда из 12 компонентов. Там и крапива двудомная. Ну, разные-разные листики. Все это перетолкают в суп. Вот знаете, как это на природе да. А обед это увидите наружу. Японцы исследуют. Человеку для аппетита, для здоровья надо, чтобы перед глазами, как вот листики шевелятся. А у нас они листики, вот они. Мне не надо платить, нет еще. Запах создавать, не надо создавать. Он создан. Мы просто в природе живем. А они инструкции пишут. Вот кто-то нельзя, кто-то нельзя. Укол такой-то. Ничего этого не надо. В деревне была. Вот здесь были коровники, семинарники. Стоит, стоит, стоит. Все, по рыбе. Стоит, стоит. Стоит, стоит. Что мы сделали на бугре. Вот там маленький метр. Может второй. Видите, где-то разбивается. Открыто что-то. Отдувало комаров. Да, отдувает комаров и нет. Вот крест там стоит. Видите какой-то. А вот там он, между столбами. Это яма глубокая. Там ярусы сделаны. Костер каждую субботу. Каждый пятницу. Костер. Картошка. Да. Знаете, как дети это любят? Они были. Готовятся для сношения. Продолжение. А кто занимается с ними? Воспитатель. Воспитатель. Старший воспитатель был. А воспитатель, который сейчас он и женился. Виктором. Учитель местный. А смены совместные мальчики и девочки? Или по отдельности? Где? У вас? Занимаются? Лагерь вообще? Нет. Отдельно. Отдельно. Вот эта женская. А там мужская. То есть? Они близко даже не проходят. Гель отдельно. А так? Закрещено. Во время игры пальцем друг друга не касаться. А тут очень строгие правила. Ну да. Я об этом. Можно, да? Да. Я просто смотрю, где они живут-то. А вот пойдемте, гляните. Здесь кухня. Вот. Вот кухня закрыта тут оказалась. Вот это столовая. Смотрите. Это сняли с столы на зиму. Потому что надо убирать. Вот пониже это скамейки прибит. Вот такая там скамейка. И когда много людей, это там и там вместе. И так две очереди. Ну еще меньше было. Вот так. А это вот здесь. Хелли. Это хелли. Это хелли. Здесь вот тебе. Капудебилинов. Вот. Видите еще? Да. Вижу. Памануха, да? Ну да. Что тут есть? Памух. Вот они спят, да? Да. Здесь матрасы, одеяла. А тут внизу. Внизу там четыре человека и вверху. То есть семь насельников у воспитателей. Хорошо. А тут вот женская половина. Вот три кеши. Вот только три женские. Вот это виноград у нас. Здесь вот клубника. Отражается векторию. Нужно уже что-то. Вот тут ягоды. Три женские. Вот тут ягоды. Вот видите лавточки. Вот видите лавточки где-то. Вон она. И они прямо вместе с ней жили. Ну, у нас церковь три гнезда лавточкиных. Видели, нет? А, я думал, это лавточки. А это все. А это все. А это все. А это все. Сейчас. Все же идет они щебечки. Да вот что. Да ты заметил у нас камеру. Три гнезда лавточки. А я думал, это лавточкиные. Нет лавточки. Вот над амвоном два. Да? Да. И на печке. А когда приехали эти ваши пенсы там с регентом. Да. С епископом-то. А лавточки залетели и рядом с ними прямо сели. И щебечки прямо заглушают их. У нас заснято все это. В интернете стоит. Ну да. Мне рассказывали. Это интересно. Понимаете? Тут не надо ничего. Ну что, жилей, как Бог дал тебе открыто. А когда же в 101 году здесь пенселей не было. Были палатки. И одна палатка большая военная, где мой храм был. Ну вот в этом месте был у нас. Храм был. И я все ночью услужу. И только значит Евангелие, братья, читать Евангелие. Синичка залетает мне на голову садится. Я потихоньку поворачиваюсь. А это красогуска называется? Поворачиваюсь. Евангелие прочитал Евангелие. И она только закончила Евангелие читать. И она слетела. Так все. Это что-то значит. Батюшке синичка на голову села. И так она сидела, пока Евангелие не прочитала, она не слетела. А храм построили стены были? Сделали. Бузина растет из пола бузина. Светет красная ягода. А на ветке свечки приклеены. Не было. Только на чариках. Вот где вы служили, тут алтарь был. И прям перед алтарем выкинул. Морозовый. Ну что? Велина, сразу башни за наблюдений. Вот, если вы тут. Искорина, когда башни была, то башни повыше. Повыше сказать, если показалось, то били это были листы. А это колокола, один удар собраться, два удара занятия, три чтения Евангелия, четыре, три и обеда, четыре Евангелия. А вот ко мне придете, у меня колокол есть настоящий, а если дно отпилить, то будет вообще прям как колокол, то есть звенеть так не будет, звон хороший будет такой. Не, вообще имею ввиду, а я вот, мы когда ездили в пассальную поездку, там даже 200 колоколов, баллоны разной высоты вели, и прям звонили ему по-настоящему. Это все убрали, убрали, здесь скачают, что-то убрать. Это его разворачивали, сзади он толчать не будет. Отец, колорец, иди фотографируй скорей. А там, там, на подшипниках. На сайте он возьмет, на сайте вашу информацию возьмет. А там, наверное, такая, да, вот такая? Ну да, тарзанки. А, это тарзанки, это вот, это футбольное поле, вот видите, где играют, это волейбол. Вот здесь, если надо. Так, ну пойдемте куда-то. 45, это 32 года. Так, иди впереди. Ну а в этом году тоже здесь проходил? Кто? Лагерство тоже здесь проходил. А это лагерные есть? Да, это лагерные. Так, я туда уже не пойду. Ладно, все, я пошел. Пошел.